Реабилитация Бывает так, что страна становится родной, даже если у тебя нет ее гражданства. Это идеально описывает ситуацию нескольких жителей Одесской области, которые пытаются получить паспорт с трезубцем уже почти 20 лет. И даже после участия в АТО им никто не спешит идти навстречу. Увы, но это далеко не единственные проблемы. Первое очередное препятствие, с которым сталкиваются бойцы, вернувшиеся с АТО, бюрократия. Как-то так заведено в нашей стране, что чиновники сперва обещают всяческие блага, а потом об этом благополучно забывают. Мы даже не знали, что нам будут платить заработную платню, что нам будут землю выдавать, ну и много чего. Просто хлопцы взяли, все и пошли. Без всяких задних думок. Бойцы АТО признаются, когда были в окопах, цель была одна – защищать свою страну. Вернувшись домой, рассчитывали, что их не забудут и помогут. Некоторые даже строили планы на землю, которую им обещали. Но не тут-то было. Местные чиновники в большинстве своем, мягко говоря, не шли на контакт. В результате обещанную землю получили лишь единицы. Остальные же, устав бегать кабинетами чиновников, пошли на самый верх. 1 числа, 2 месяца 2017 года проведено земельных торгов. На аукцион землю выставляют. Но, с уважающим, что инвентаризация земельных делянок проводилась за кошты державы и областного бюджета, формование земельных делянок здействовалось ключом для передачи их в арендование конкурентных людям. Потому что недоценно передавать в властность участникам антитеррористической операции. Мотивируются такие решения просто. Земля должна приносить деньги. Только вот группа бойцов, среди которых есть юристы, фермеры и бизнесмены, предложили проект собственного агросоюза. Но такую инициативу власти одного из районов не оценили. Максим Степанов принял во внимание все затронутые вопросы и согласился сотрудничать в любой благоприятной форме для бойцов АТО. Своим решением по этому поводу они поделятся с губернатором уже через неделю. Все, мы поручаем Центру допомоги АТО, правильно я понимаю, это что общая коллективная, всех собрать, всех собрать и понять в каком формате мы работаем дальше. Для того, чтобы за это время, я думаю, что я вам уже сделал какие-то предложения по поводу тех вопросов, которые вы задали. На сегодня все, я всех очень рад был видеть, познакомиться. Спасибо всем большое. Результатом встречи все остались в той или иной степени довольны. Люди были услышаны, а это важно. Но самое главное, чтобы это были не очередные пустые разговоры, а за встречей последовали и действия. Чиновникам, наверное, пора задуматься, что если бы не эти ребята, то не сидели бы они в своих уютных креслах. Да и вообще, может, стоит самим сперва родину позащищать и порох понюхать, а затем уже играть с человеческими судьбами. Редактор субтитров А.Семкин